Приветствую всех любителей игры Escape from Tarkov. 20 мая в свет вышло интервью Никита Васильевича, данное Goha Media, за что ребятам огромное спасибо. Ссылочки на них будут в описании. Первым проектом, как многие из нас могут знать, был шутер Контрактные войны, который появился 11 лет назад. Его делало 5 энтузиастов, потихонечку на кухоньке собрались, всё придумали и начали разрабатывать. Но для Никиты это было непростое решение, ведь пришлось отказаться от карьеры арт-дизайнера, который до этих событий было посвящено аж 5 лет. Также были перспективные проекты, связанные со спецэффектами в кино, что в свою очередь было чуть ли не детской мечтой. Хотя, вспоминая ранние подкасты, помнится он хотел выпускать журнал. Был такой журнал, домашний ПК назывался, или что-то типа того. Мой любимый журнал. Я думал, блин, я сейчас доучусь и буду печатать свой журнал. Там будут такие фотографии принтеров, фотографии всяких херни, мониторов. Я буду там писать статьи всякие. Короче, если бы я был, видимо, не очень умный тогда. Но не будем далеко уходить от темы. В процессе разработки ребята набрались опыта и 4 года спустя решили сделать что-то более серьезное, чем браузерный шутан. Изначально так и начал формироваться мир Таркова, задумывающийся как мод для контрактных войн. Рабочее название Таркова было Survivor Mode. В процессе всего этого команда доросла уже до 30 человек и была сформирована студия Battlestate Games. Изначально создавалась концепция России 2028, которая по задумке была сингловой игрой, а контрактные войны выступали некой предысторией. Но в процессе всего этого планирования и обдумывания решили создать нечто сетевое и хардкорное. Этим и стал побег из Таркова. Сейчас, кстати, в студии работает более 250 человек. Изначально разработчики вдохновлялись тремя играми. DayZ, Stalker и Fonline. Далее по доброй традиции удивлялись. Так вышло, что нишевый шутер в сеттинге постапокалипсиса, популярный, как правило, в странах СНГ, вдруг выстрелил на весь мир. На что Никита предположил. Ну, понимаешь, что тут нельзя однозначно сказать. Мол, так, наверное, сложились звезды. И подобные игры интересны всем. И несмотря на некую схожесть с DayZ и сталкером, разработчик изначально отстаивал свою индивидуальность. Немалой степени популярность игре принес Твич. Я уже даже не знаю, можно ли материться на Твиче? Конечно, можно. Просто начнется вот это вот. Ну, только два слова не идут на себя. На букву П и на букву Н. Кстати, ссылочки на мои Твич-тровые Ютуб ты без труда найдешь в описании. Если вдруг тебя там до сих пор нет, исправляйся. По доброй традиции Никита Васильевич подчеркнул, что стримерам они никогда не платили, и люди приходили в игру только потому, что она им нравилась. В принципе, он делает так на всех интервью, когда задает подобные вопросы. Также мы узнали, что до релиза разработчик хочет добавить всего две больших фичи. Это сюжетные квесты. Вот эти storyline квесты. Сюжетные квесты. Некоторые подумают, ура, будут катсцены, сюжет. Еее. И улица Таркова. Улица Таркова. Это самая мощная большая локация в игре. Мы оставляем ее напоследок, чтобы крепко охренеть в конце. Это все, что я скажу по поводу этой локации. Параллельно были заданы вопросы насчет соотношения игроков по странам. Где мы в очередной раз узнали, что Россия далеко не на первом месте, и страны Америки и Европы лидируют. Но из интересного Никита подчеркнул, что есть огромные комьюнити из Азии. Которая не только играет в Тарков, но еще и устраивает строкбольные турниры. И вообще, очень фэмили-френдли контент. Но палка, как говорится, о двух концах. Ведь недобросовестных ребят, читеров и РМТшников, именно из этого же региона большинство. И далеко не только в Таркове. Тут же интервьюер подхватил тему и уточнил, как разработчик относится к плагиату. Речь о нескольких играх, которые очень похожи на Тарков, как в мобильном, так и ПК-сегменте. Никита был краток и сформулировал так. Все зависит от плагиаторов и наглости копирования. С одной стороны, говорит, это бесит. С другой стороны, льстит. А еще с этим можно бороться в правовом поле. Но так или иначе, приятно создавать, что мы добавили что-то новое в индустрию. А вопрос, а прислушивается ли разработчик мнению комьюнити, был немного пространный, но потом более конкретизированный ответ с примерами. Да, Никита так и сказал. Мы прислушиваемся. Есть хотелки людей, которые хотят улучшения качества жизни обычных игроков. И он лично постоянно изучает подобные вопросы и стремится к упрощению геймплея. Например, заряжание, ремонт, что-то там в интерфейсе подкрутить для удобства. Но глобальные изменения в сторону облегчения игры я не рассматриваю. Тем более, что Тарков реально постоянно меняется. И такова концепция игры. Была, есть и по идее будет. В очередной раз поблагодарили за баг-репорты и конструктивные описанные проблемы. Бывает, что-то мы выпускаем. Ну, комьюнити это замечает. И хорошо, если она замечает это в каком-то адекатном виде. Типа, добрый вечер, всего вам хорошего. Вот, смотрите, тут есть баг. Поправьте, пожалуйста, пробиваемость такого патрона. Или неудобства, с которым сталкиваются простые игроки. В качестве примера предложенного комьюнити, которое изначально не планировалось разработчикам, обсудили дюрабилити ключей. То есть, их прочность, то, что после этого количества использования, в зависимости от ключа, он выходит из строя. Ну, и ломается. И еще народ предлагал сделать специальный подотсек в убежище для дублирования ключей, дупликатов. Нужно будет искать заготовки и пилить ключи типа самому. На эту же тему будет еще одно дополнение дальше. Был интересный вопрос о неком концепте завершенного Таркова. И вот здесь интересно. Игра должна быть непредсказуемой. Должны быть множество случайных событий, влияющие на быт игроков. Никогда не будет такого, что тебя будут просто брать и вести за руку, как делают во многих других играх. Разработчик будет стремиться к живой экономике, экономике, стараться поддерживать в игре высокий риск-ревард. То есть, несмотря на все сложности, если ты с ними справишься, то получишь награду, которая, кроме своей ценности в игровом плане, даст тебе моральное удовлетворение. Мол, ты смог, ты справился. В игре всегда планировался развитый эндгейм-контент, благодаря которому ты сможешь чувствовать себя более целостно. В планах все так же сделать бесшовный мир с объединенными картами, как в Дейзи, к примеру. Работы в этом направлении очень долгое время ведутся. Также обсуждали карту улицы Таркова, которую делают уже два года. Со слов Никиты, проблема не в криворукости разработчика. Нужно брать и делать. А мы ленивые. Впрочем, мы сами в этом сможем убедиться, причем даже в этом году. Интересно было узнать, что Никита Васильевич стремится сделать этот открытый мир без таймера в принципе. Подробностей пока мало, но будем посмотреть. Внимание, внимание, сталкеры. В таком-то секторе принести то-то, вознаграждение обещаю. И так у тебя все на карте такие туда несутся. Вот эту тему мы планируем, когда у нас рация. Чтобы можно было по рациям динамические задания получать. Это в фрюровом режиме. Все открыто будет. Также напомню, что на улицах Таркова планируется до 40 игроков, а к ним еще до 50 ботов одновременно. Правда, мне помнится вот это высказывание. На городе будет иметь 200. 200 игроков. И вот это. Исследование будет не на уровне того, что вот дома у него 150 квартир. Там надо будет реально шариться, ползать везде. Потому что будут скрыты куски локаций прям под завалами где-то, в подвалах пролезать. Они будут открываться, большие куски. То есть это не будет выглядеть как просто типа данность, что у нас есть куча-куча домов и давайте-ка их изучать. Но не будем отвлекаться от интервью. Традиционный, хоть и не частый вопрос по поводу монетизации. Не планирует ли разработчик ее как-то изменить в будущем? Никита Васильевич зарекся не добавлять в Тарков микротранзакций. А не вести ли нам донат? Как вы думаете, ребят? Я думаю, надо. Тихо, Никит, не спалери ничего. Пацаны, донат это говно. Я ненавижу донат. Никогда в жизни не будет донат. Ни косметический, никакой вообще. Он уверен, что большинство игроков присоединится к нашему дружному комьюнити после релиза игры. Игра 5К стоит. Алло. Она 5К стоит уже 5 лет, дружище. Что-то не нравится? Не покупай. Можешь даже знаешь, что сделать, дружок, который написал вот это? Плакатик нарисуй. Обои возьми и доклеенные. Нарисуй. Люди добрые. Не покупайте ЕФТ. Иди по улицам ходи, братан. Бери семью свою всю. Также вспомнили про режим Арена, который будет первым DLC. Арена. 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 Мы сможем там реально тикрейт сделать под 120. Мы сможем там сделать FPS вообще под 800. Мы сможем там вообще просто сделать все замечательно и круто. Прикол, вы думаете, правда это или нет? Сказать не могу. Но. Но. Арена будет огромна. И спектакры и килл-кэмпы будут доступны только в этом моде. Причем технически это будет как бы отдельная игра в сеттинге Таркова. В принципе в предыдущих подкастах была информация так или иначе связанная с Ареной. И раньше вроде бы разработчик сомневался. А раздавать ли ее тем, кто купил игру за 5000. Максимальный пак. Бесплатные DLC. Но теперь официально подтвердил. Если у тебя максимальное издание, то арену в качестве DLC ты получишь бесплатно. Для всех остальных игру придется докупать. Точного срока выхода в свет арены не было. Так как Никита Васильевич подчеркнул, что зарекся озвучивать даты. Но я хочу играть прямо сейчас. Я не хочу ждать до 2000 какого-то там 27 года. Развивая тему, затронули вопрос подорожания стоимости игр. Как пошутил Никита в 8К гейминг. Игры стоимостью в 8000 рублей. Ваше здоровье народ. Сила, мощь. И на фоне этого стартовый пак игры от 1600 рублей. Который разработчик держит уже 6 лет. А еще иногда устраивает скидки. Это вполне себе круто. Затронули вопрос вайпов. Где как раз таки и выяснилось, что это самое большое влияние комьюнити на игру. Ведь изначально разработчик планировал среду, где можно будет играть вечно. Но в процессе разработки было замечено, что вайпы генерят новый геймплей. Поэтому в конечном итоге концепция немного изменилась. Вайпы, понятное дело, конечно, что вайпы не хочется делать после релиза. Ну, это странно. Но очень много людей нравится вот этот сезонный геймплей с вайпами. Им нравится, когда это все постоянно сбрасывается. Они начинают с самого начала. У них будет один аккаунт. И второй аккаунт. Там он будет регулярный такой сезонный. То есть аккаунт, профиль. Внутри одного аккаунта. Два профиля. И теперь это все те же два профиля. Один сезонный с вайпами раз в 3-4 месяца. И второй, где вайпов вообще не будет. Мы как-то рассуждали на эту тему. Очевидно, что плюс-минус сезонный, наверное, будет как сейчас. А постоянный с более медленной прокачкой. С какими-то дополнительными очками престижа. Кстати, а насчет вайпов. У меня есть интересная тема. Человек прокачивается до максималки. И он может не вайпнуть с тебя, а, допустим, получить какой-то престиж. И получить какую-то уникальную шмотку. И начать игру заново опять. Такое здесь не планировали. К примеру, с сезонного аккаунта было бы круто это реализовать. На вопрос по поводу изменения отдачи в будущем. Ответ был пространным, но интересным. Никита говорит, что не может ответить на этот вопрос. Ведь дело в том, что запланированы еще фичи, связанные с оружием. Его балансировкой веса. Если ты здоровый паренек, то, в принципе, тебе будет достаточно даже комфортно с него стрелять. Но если ты дрещуган, тебя унесет в Норвегию просто отдача. Передвижением прицельных планок, добавление новых образцов как огнестрельного оружия, так и скиллов, связанных с ним. Все это так или иначе будет влиять на отдачу. Но вот в какую сторону, конкретики пока нет. Но судя по настроению разработчика... Вот тебе. Облегчать паттерн отдачи нам никто не будет. Также выяснилось, что в ближайшем вайпе не будет изменений в начальных квестах. Ну, такой вопрос был задан. Как мы обсуждали в рамках этого интервью выше, в игру планируют добавить улицы Таркова и сюжетные квесты. Это две огромные фичи, завершающие тот контент, который планируется добавить в игру и выпустить ее. При этом появился интересный инсайт. Сюжетные квесты не появятся в дорелизной версии. То есть, когда все будет готово, случится крайний вайп, в игру добавят сюжетные квесты и она официально выйдет в релиз. Теперь ты это тоже знаешь. Молодец. Касательно основных проблем в создании проекта, Никита назвал некие сложности с координацией в управлении большим количеством сотрудников. Из-за чего иногда теряется время. Мол, мы уже разогнались, встали на рельсы и проблем в производстве нет. Нужно лишь все отладить и настроить. С багами и читерами боремся на стабильной и понятной основе. И вообще это все превратилось в рутину. Мы знаем, что нужно делать и это делаем. Из-за того, что куча людей привыкли или хотят играть в ЕФТ по-другому, используемые преимущества, полученные нечестным или честным путем, опытные торговчане начинают подогревать, пустить, помогать своим новичкам. Где-то предметы для квеста вынесут, где-то для убежища накидают недостающих компонентов. Из-за чего человек получает нечестное преимущество. В видении разработчиков игра задумывалась иначе. И каждый игрок должен сам добыть, сделать и справиться со всеми вызовами игры. С другой стороны, в игре планируется клановая система. Клановая система обязательна. Это своеобразные группировки. Называться они, скорее всего, будут, наверное, группировками, не гильдиями, не кланами. Как минимум, кланы и клановые мероприятия, а именно там коллективный набор опыта, клановые гонки и клановые войны стимулируют командную игру. Также будет интересная фишка такая, что те люди, которые зашли в рейд, они будут одновременно все вместе прокачивать скиллы. То есть это будет такая кооперативная тема. То есть один человек прокачал какую-то единицу скилла, и это дается всем. Чему будет посвящено отдельное DLC, но очень не скоро. В любом случае, разработчик подчеркнул, что есть категория игроков, некие волки-одиночки, у которых, может быть, и есть друзья в жизни. И даже, может быть, они играют в тарков, но при этом они предпочитают играть строго в одиночку. Вы можете не переживать. Если вы хотите бустануть друга, ну бустаните друга. Ну аккуратно. Опять-таки мы тут на днях играли с Майей, и подкинуть снарягу, оружие, вообще никаких проблем. Специально для вас протестил и все показал. Причем было любопытно взглянуть на мнение человека, который не то чтобы любитель сетевых шутеров, а также не стесняется выражать все, что думает в процессе. Дальше был задан каверзный вопрос про некие сюрпризы, которые ожидают игроков в будущем. Никита всегда подчеркивал, что обожает удивлять игровое комьюнити и вводить какие-то новые фишки. К примеру, с аирдропа у меня было вот так. Я хочу посмотреть за реакцией. Что будет с людьми, когда самолет полетит? Это что за звук? Вы слышите? Ну вот я наушники поднес. Вы слышите звук? Вы слышите звук? Что за хрень? Как будто самолет. Самолет! Самолет! Я тут! Я тут! Заберите меня из Тавкова! Ну а если хочешь посмотреть видосик целиком, то вот. В планах еще многое. Что-то пришлось отменить. В силу событий, которые происходят в мире. А что-то все еще находится в разработке. Так или иначе, в этом году запланировано несколько крупных патчей. Судя по всему, это расширение маяка. И выход в свет первой версии улиц Таркова. Если первое обновление мы увидим, скорее всего, в течение месяца с дальнейшим вайпом. А вот улица Таркова уже, скорее всего, со следующим обнулением в конце декабря этого года. А для тех, кто будет смотреть подкаст в то время, напиши в комментариях, прав ли был Денис. Это я. Очень приятно. Также планируются некие оффлайновые события, ивенты, страхбольные мероприятия. А в самом конце интервьюер задал интересный вопрос. Мол, стоит ли вообще играть в Тарков? Ну, Никита не стал нас удивлять. Я с самого начала говорю, кто меня там слушал 5 лет назад. Не для всех ЕФТ. Не должно быть ощущения такого, что, типа, я пришел в игру, получить удовольствие, поиграть, что-то заработать, что-то получить и свалить. Это сложно играть, не для всех игра. Не надо покупать игру. Мы даже в игру не просим людей играть. Говорим, не надо. Не надо. Они такие, ну ладно. Я уже говорю, не надо. Страдать будет. Не надо. Там читеры вас там. Еще какие-нибудь ситуации. Споткнетесь, ногу проткнете гвоздем. Не надо. Они такие, ну ладно. Я этого и хотел. У меня жизнь настолько хороша, что я хочу ее немножко подпортить в игре. Вот что он говорил по этому поводу раньше. Ну, а конкретно в рамках этого интервью сказал так. Однозначно, я не могу рекомендовать игру всем. Ведь она действительно не подойдет каждому. Мы создавали ее для получения недостающих эмоций в жизни. И некоторые легко возбудимые товарищи могут разнести что-то вокруг себя. Они будут психовать, быковать. В общем, если не хотите сходить с ума, то Никита Васильевич не рекомендует тарков к покупке. С другой стороны, когда вы выходите из рейда с классным лутом, с кучей положительных эмоций, победив всех и вся, вы испытываете настолько классные ощущения, что зачастую подобные эмоции даже в жизни не каждый сможет получить. Но так или иначе, для большинства игроков все это жуткий стресс. Независимо от победы или поражения. По мнению Никиты, игра сейчас в хорошей форме. И ключевые моменты уже сформированы. К релизу она будет становиться только больше и лучше. Но каких-то глобальных изменений нас не ждет. Братень, традицию с краткими версиями я не нарушил. Еще раз спасибо Гоха Медиа за взятые интервью у Никиты Васильевича и некоторые интересные инсайды, о которых ранее не говорилось в таком ключе. Напомню, что в плейлисте новостей разработки Таркова ты найдешь практически все подкасты, в основном их краткие версии в моем изложении с 2018 года. Ну а специально для тех новых зрителей, которые хотят держать руку на пульсе Таркова гораздо более плотно, я оперативно заливаю новости в ВК и Дзен. Еще что-то в Дискорде появляется. Особенно это актуально в моменты выхода ивентов, когда мы разбираемся, как они устроены, и в послевайповую пору, когда изменений дофига и разработчик о них не сообщает. Ну а теперь самое время написать в комментариях, что ты думаешь по поводу услышанного. Хотите чем-нибудь еще поделиться относительно Таркова? Да. Всем привет зрителям канала Шарап от меня, от Никиты. Подписывайтесь, переходите и смотрите стримы. Много всего полезного узнаете, я уверен.